Добрый день, уважаемые студенты колледжа и техникума, ученики 9-11 классов. Мы продолжаем изучать общество знания. У нас 68-я тема. Местное самоуправление. В жизни общества, и общество, прежде всего гражданского, большую роль играет местное самоуправление. Оно самоуправление, но местное. Управление обществом – это важнейшая функция государственной власти. Оно предполагает наличие управляющих и управляемых. Управляющие – это должностные лица, государственные служащие, государственные органы. Управляемые – это граждане. А при осуществлении самоуправления, разделение на управляющих и управляемых исчезает. Люди сами управляются своими делами, своими проблемами. Конечно же, в масштабах страны это невозможно. А вот в местах компактного проживания людей возможно вполне. То есть, в масштабе отдельного населенного пункта, села, да и даже небольшого города – это вполне осуществимо. Понятие «местное самоуправление» как раз и означает организацию власти на местах. И Конституция Российской Федерации предусматривает самостоятельное решение населения вопросов проблем местного значения. Если государство объединяет население всей страны, целостные организмы, обеспечивает то совместное самоуправление, сводится к обеспечению деятельности населенных пунктов, к обслуживанию повседневных житейских потребностей людей. Люди, живущие в селе, поселке, городе, нуждаются в том, чтобы надежно работал транспорт, чтобы поддерживали в хорошем состоянии дороги, чтобы в жилые дома и производственные здания беспредвобойно поступали газ, вода, электричество. В свое время насуществлялся ремонт домов, находящихся в муниципальной собственности, то есть в собственности местного самоуправления. А что это за здание? Это и детские сады, и школы, аптеки, поликлиники, магазины, это прачечные, ремонтные мастерские. То есть вот это все местное самоуправление, собственность местного муниципалитета, то есть муниципальная собственность. Жители городов и поселков заинтересованы в разумном использовании муниципальной собственности, в поддержании общественного порядка на их территории и других хорошо, надежно решаемых проблем. То есть все эти и другие подобные интересы определяют те самые вопросы местного значения, решения которых на основе действующего законодательства обеспечивается местным самоуправлением. Каковы же формы осуществления местного самоуправления? Это могут быть формы прямого волеизъявления, то есть местный референдум, выборы органов, местного самоуправления, общие собрания или сходы граждан. Создаются также представительные органы самоуправления, различные думы, комитеты, советы. Могут избираться также главы местной администрации, мэры городов, старосты в селах и другие должностные лица. Органы местного самоуправления формируют, утверждают и исполняют местный бюджет. Для решения вопросов бытового и социально-культурного характера могут создаваться органы территориального общественного самоуправления, избираемые на собраниях граждан квартальные, уличные и домовые комитеты. В Конституции России записано, что органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти. А именно, вот это важно подчеркнуть, они не входят в систему органов государственной власти. Это означает, что органы местного самоуправления не могут назначаться государством, не находятся в подчинении органам государственной власти. Органы и должностные лица самоуправления избираются местным населением и только ему подконтрольны и подотчетны. Суть местного самоуправления – самостоятельное решение населением вопросов местного значения. Развитие местного самоуправления, как и становление гражданского общества – это существенные признаки движения общества по пути демократии. Спасибо за внимание! На следующем занятии, в 69-м видеоуроке, мы изучим тему «Общественная палата». До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok